МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Денис Щередов. Как всегда, в прямом эфире вас приветствует программа Дежурный по Нью-Йорку. Здравствуйте. В городе задержали учителя государственной школы. В чем обвиняют преподавателя? В Нью-Йорке пропала 24-летняя русскоязычная иммигрантка, почему полицейские не объявляют Олесю Михнёву в розыск, и как провести ближайшие выходные в Большом Яблоке. Об этом не только расскажем и покажем прямо сейчас. Ну а начнем с Лонг-Айленда. Там начался громкий судебный процесс. Его главным героем стал 47-летний житель Нью-Йорка Раймонд Родио. Мужчину обвиняют в торговле людьми и организации сети по предоставлению сексу. По данным следствия, этот человек удерживал несколько женщин в притоне, который находился в подвале дома родителей задержанного. Родио предъявили обвинение по семи пунктам. Пострадавшие женщины рассказали, что в подвале, где они провели несколько месяцев, не было ни света, ни ванной комнаты, ни туалета. В социальных сетях обвиняемый находил клиентов. В соседе в районе Саунд-Бич рассказали, что постоянно видели, как мужчины приезжали в дом семьи Родио, но не заметили ничего подозрительного. Как заявили в суде, одна из жертв смогла выбраться из подвала и обратиться в полицию. Обвиняемому грозит до 25 лет тюрьмы. Полицейские сразу двух штатов, Нью-Йорка и Нью-Джерси, провели спецоперацию и арестовали участников крупной преступной группировки. В списке задержанных оказались сотрудник полиции, священнослужитель, стоматолог и учитель средней школы из Бронкса. Всех этих людей подозревают в покушении на сексуальное насилие над детьми. Как рассказал генеральный прокурор Нью-Джерси, Гурбир Гривал, участники группы в социальных сетях искали пользователей, возраст которых не превышал 16 лет. Подростки отправляли задержанным откровенные фотографии и видеоролики. Поэтому нескольким участникам группировки предъявлены обвинения в производстве и распространении детской порнографии. О действиях ОПГ узнали оперативники. Они, представившись подростками, организовали встречу с мужчинами. В итоге спецоперация прошла успешно, считают следователи. Сотрудники правоохранительных органов советуют всем родителям ограничивать активность детей в интернете, но и особенно в социальных сетях. В Нью-Йорке пропала русскоязычная иммигрантка из Беларуси. Об исчезновении Олеси Михнёвой стало известно в начале недели. Сначала девушка ушла из социальных сетей. Друзья говорят, что она это делала и раньше. А вот через несколько дней телефон Олеси Михнёвой перестал отвечать. Что же всё-таки произошло и почему полицейские отказываются объявлять иммигрантку в розыск, попытался выяснить дежурный по Нью-Йорку. В последний раз Олеся Махнёва появлялась в соцсетях 10 марта. Эту фотографию в шляпе 24-летняя девушка опубликовала в Бруклине. Снимок сопровождает текст рассуждения об отношениях мужчин и женщин. А ещё в конце поста Олеся написала, что, цитата, «меня правильно воспитали». Иммигрантка из Беларуси приехала в Нью-Йорк в ноябре 2017-го. А в начале апреля она пропала. Родные из Минска первым делом связались с американской подругой Олеси, Яной Заикиной. На её странице в Фейсбуке теперь лишь призывы о помощи и просьбы ко всем, кто хотя бы что-то знает о пропавшей Олесе Махнёвой. Яна рассказывает, что совсем недавно Олеся поссорилась со своим бойфрендом Алексеем Ситником. Но что стало причиной конфликта, не знают даже близкие друзья пропавшей девушки. Однако известно, разрыв отношений изменил жизнь Олеси. Из Нью-Йорка она переехала в Нью-Джерси и познакомилась с некой компанией молодых людей. Яне удалось пообщаться с новыми друзьями Олеси, но они ничего не знают об исчезновении девушки. А в департаменте полиции объявлять Олесю Махнёву в розыск не стали. Там заявили, оснований для открытия дела недостаточно. Это не причина, что она просто пропала в соцсетях и не контактируется ни с кем. Это не причина заводить кейс. Вот что ответила полиция. Вполне возможно, Олесю Махнёву арестовали сотрудники иммиграционных служб. По словам друзей, срок действия туристической визы истёк ещё в прошлом году. Поэтому в США девушка находилась незаконно. Юристы говорят, что в тюрьме задержанным дают право на один звонок. Если Олеся всё-таки там, то почему она не воспользовалась этим правом? Вообще возникает много вопросов к самой системе поиска пропавших людей в Нью-Йорке. Оказывается, чтобы правоохранительные органы начали действовать и искать человека, родным и друзьям нужно сначала доказать, что тот или иной человек реально исчез. Сегодня в Нью-Йорке по официальной информации проживает 8,5 миллионов человек. Конечно, если к этой цифре добавить, к примеру, нелегальных иммигрантов, то население Большого Яблока составит более 10 миллионов человек. Так вот, по данным департамента полиции, в прошлом году в розыск было объявлено более 13 тысяч человек. Конечно, некоторых из этих людей удалось найти, но большую часть без вести пропавших ищут до сих пор. О пропавшей Олесе Махнёвой до сих пор ничего не известно. Её друзья уже обратились во всевозможные организации. К поискам подключились и частные детективы. Но пока никакой информации. Яна Заикина каждый день пересматривает аккаунт Олеси в Инстаграме. Зажигательные видеоролики подруги дают близким надежду, что 24-летнюю Олесю Махнёву всё же найдут живой и здоровой. Денис Чередов, РТВА, Нью-Йорк. Я лишь добавлю, что если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении Олеси Махнёвой, сообщите об этом нам. Адрес электронной почты сейчас вы видите на своих экранах. rtvi.usasobaka.rtv.com А также напомню, что по этому же адресу вы можете присылать видео происшествия или просить нас разобраться в какой-то спорной ситуации. Съёмочная группа программы «Дежурный по Нью-Йорку» всегда готова вам помочь. Так что пишите. Другим новостям в Квинси пропал старшеклассник Роберту Амару Рахмаану, 17 лет. По словам матери, подросток, как обычно, ушёл рано утром в школу, но обратно так и не вернулся. Также родители сообщают, что Роберт в последнее время очень странно себя вёл и заявил родителям, что собирается пойти в армию. Семья Рахмааном переехала в Нью-Йорк из Огаянны, когда ребёнку было всего 6 месяцев. Полиции объявили школьника в розыск. К этой минуте о его местонахождении до сих пор ничего не известно. Другим новостям в Бруклине специальный кулон, который обычно носят пожилые люди, спас жизнь 88-летней женщины. По данным полиции, поздно вечером в дверь в её квартиры постучал сосед. Пенсионерка впустила мужчину, подумав, что ему просто нужна помощь. Однако мужчина схватил 88-летнюю женщину, затащил её в подвал, ударил несколько раз в лицо, а потом связал руки и попытался даже изнасиловать. В это время сработал тот самый специальный кулон, лайф-алёрт, который женщина носила на шее. Через пару минут на вызов отреагировали спасатели. Нападавшего в итоге задержали. Им оказался 24-летний местный житель. Сейчас молодой человек проходит психиатрическую экспертизу. Ему предъявлены обвинения в нападении и попытке изнасилования. В Стейтен-Айленде начались слушания по делу об убийстве Франческо Калли, бизнесмена и, по некоторым данным, босса итальянской мафии в Нью-Йорке. Главный подозреваемый 24-летний Энтони Камелло вину свою не признаёт. В суде он заявил, что он не имеет никакого отношения к этому убийству. Но я напомню, месяц назад Франческо Калли по прозвищу Фрэнки Бой был застрелен во дворе своего дома. Полиция считает, что Энтони Камелло специально врезался в припаркованный у дома автомобиль итальянского мафиози на своём фургоне, чтобы выманить мужчину из дома. А затем выстрелил в Калли около десяти раз. По одной из версий, молодой человек встречался с племянницей убитого, и дядя был против этих отношений. По другой Фрэнке Бой устранили криминальные авторитеты города. Но есть ещё и третья версия случившегося. Якобы подозреваемый в тот вечер находился под воздействием наркотиков, и Калли стал его случайной жертвой. Сотни жителей в самом центре Манхэттена пришлось эвакуировать из-за аварии системы канализации и парового отопления. Накануне на Ист-32 улице прогремели несколько взрывов. Почему в Нью-Йорке в 21 веке ещё возможны подобные происшествия? На этот вопрос и попытался ответить дежурный по Нью-Йорку. Центр Манхэттена, 10 утра. Сначала жители домов на Ист-32 улице услышали странный хлопок, а потом увидели клубы дыма. По предварительной версии, авария произошла из-за слишком старой системы канализации и парового отопления. Трубы в этом районе должны были поменять в ближайшее время. Но не поменяли. На место прибыли сотрудники пожарной службы. После ещё одного хлопка стало известно, что пострадали 6 человек. Местный житель Итан Роу во время ЧП находился дома. Поэтому он и его любимые собаки чувствуют себя хорошо. Я знаю, что мужчина один точно попал под огонь. Огонь как будто выстреливал из люка, но я всё это пропустил. А как вы себя чувствуете? Я чувствую себя прекрасно. А ваши собаки? Мои собаки счастливы в этот прекрасный весенний день. Пожарные сотрудники компании «Кон Эдисон», которая обеспечивает электроэнергией почти все жилые дома города, почти сразу заявили, причиной пожара под землёй стала высокая концентрация газа. Другими словами, устаревшее оборудование вышло из строя. Как говорят специалисты, такие аварии для Нью-Йорка уже стали нормой. Вот как нам прокомментировала эту проблему технический инспектор Наталья Верфилд. Паровая система работает под высоким давлением, что оказывает большую нагрузку на металл. Поэтому, если оборудование старое и заржавело, оно может выйти из строя в любой момент. Ну вот это ИСТ, 32-я улица. Впереди меня 5-я авеню, а сзади меня Мэдисон авеню. И вот как раз участок этой улицы перекрыт уже несколько часов. Ну, как минимум 5 часов здесь работают ремонтники и дежурят полицейские. Кстати, мне удалось выяснить, что жильцы вот этих домов, что за моей спиной, не могут попасть к себе домой, если не предъявят удостоверение личности, где указан конкретный адрес. Если вы не покажете этот документ, вот эти полицейские не смогут вас впустить на территорию, которая находится за моей спиной. Тем временем случайные прохожие интересуются, что же произошло. И на всякий случай фотографируют место аварии на мобильные телефоны. Автомобилистам пришлось объезжать район происшествия. Правда, на этот раз обошлось без пробок. Ну вот кроме инженеров на месте аварии сейчас работают и специалисты, и санитарных служб. Самое главное провести ряд экспертиз, чтобы убедиться, что уровень загрязнения воздуха в этом районе не превышает допустимой нормы. В итоге сотрудники департамента здравоохранения зафиксировали большое количество угарного газа в воздухе. Именно поэтому пришлось эвакуировать жителей двух домов, учеников школы Челси и сотрудников вот этого ресторана. Кафе японской кухни закрыли, а владельцы заведения потеряли клиентов и деньги. В ближайшее время члены спецкомиссии назовут точную причину аварии. И похоже, в некоторых районах Манхэттена подобные происшествия могут повториться из-за устаревшей системы парового отопления и канализации. Денис Чередов и Наталья Латухина, РТВА, Нью-Йорк. Сотрудники департамента здравоохранения Нью-Йорка советуют жителям и гостям города не покупать в магазинах нарезанные фрукты и овощи. Как сегодня сообщили представители ведомства, вполне возможно причиной вспышки сальмонелла сразу в нескольких штатах могли стать именно нарезанные дыни компаний Кайта Фудс из штата Иллинойс. На данный момент пострадали 117 человек в десятки штатах, в том числе и в Нью-Йорке. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний. 12 апреля фирма Кайта Фудс приостановила продажу нарезанных фруктов и в сети супермаркетов Таргет, Трейдер Джосс и Уолмарт. В Нью-Йорке задержали подозреваемого в вандализме. По версии следствия, именно 41-летний Хуан Карлос на этой неделе ходил по городу и разбивал так называемые киоски Link NYC. Камеры видеонаблюдения зафиксировали акты вандализма в Челси и Вест-Вилладже. Интересно, что Карлос уже попадал в криминальные сводки. Ему даже предъявляли обвинение в хулиганстве как минимум 15 раз. Полицейские задерживали его именно столько же раз. Добавлю, что киоски Link NYC предоставляют доступ к интернету, дают возможность зарядить телефон и получить разную информацию. А согласно недавнему опросу, для 15% жителей города эти станции являются чуть ли не единственным доступом к скоростному интернету. С октября 2020 года жители Нью-Йорка и Нью-Джерси больше не смогут использовать обычные ID или водительские права в качестве удостоверения личности в аэропортах США. Через три года при проверке документов на внутренних рейсах вы будете обязаны предъявить только так называемое Real ID или паспорт. Но вот так выглядит новое удостоверение личности. На Real ID в верхнем правом углу должна быть специальная звездочка. Получить этот документ можно в отделении ДМВ. Захватите с собой документы, подтверждающие вашу личность и право на проживание в США. Ну и мы советуем вам поторопиться, потому что в ближайшее время в департаменте транспорта ожидают наплыв большого количества клиентов. Всю информацию о правилах выдачи Real ID для жителей Нью-Йорка можно найти на официальном сайте ДМВ. Президент Бруклина не исключил своего участия в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Об этом Эрик Адамс рассказал в эксклюзивном интервью моей коллеге директору RTV New York Екатерине Катрикадзе. Ну давайте послушаем это заявление. Последний вопрос о ваших личных перспективах. Некоторые говорят о вас как о будущем мэри Нью-Йорка. Каковы ваши планы, господин Адамс? Речь о гонке 2021 года. Я и моя команда были бы рады продемонстрировать достижения в сфере здравоохранения, образования, новых технологий. Показать то, чего мы достигли всем за пределами Бруклина, одного из крупнейших районов Нью-Йорка. И распространить наши идеи на весь город. Но это не так просто, это целый процесс. Прежде всего следует заручиться поддержкой сограждан. И часть этой поддержки заключается в способности собрать соответствующие средства. Эта предвыборная гонка может стоить 7 миллионов долларов, не маленькие деньги. В настоящий момент мы уже показываем неплохие результаты. Нас поддерживает большое число доноров. Так что пока все указывает на то, что наш посыл услышан и принят. Мы же пока готовимся и, возможно, официально объявим о своих планах в следующем году. Я добавлю, что полную версию эксклюзивного интервью президента Бруклина Эрика Адамса вы сможете увидеть завтра в нашем американском сквозном эфире. Так что не пропустите. Продолжаем выпуск. В Нью-Йорке открылся 18-й ежегодный кинофестиваль «Трайбэком». Торжественная церемония прошла в театре «Аполлон» в Гарлеме. А продлится мероприятие 10 дней. В программе десятки долгожданных художественных фильмов и документальных премьер, встречи со знаменитостями и многое другое. Стоимость билетов – 12 долларов на дневные показы. А вот просмотр вечерних в выходные дни обойдется в два раза дороже. За возможность увидеть знаменитости голливудских звезд, например, придется заплатить 40 долларов. Билеты по-прежнему доступны на официальном сайте фестиваля. В списке Мартин Скорсе за один из основателей этого проекта – Роберт Де Ниро, а также знаменитые Дэвид Рассел, Алек Болден и Гильермо Дель Торо. Об особенностях фестиваля 2019 года нам рассказал кинокритик Олег Сулькин. В программе где-то более 100 игровых фильмов, а еще документальный, короткометражный, выбор огромный – это всегда очень сложно. Но из того, что я видел, я могу смело рекомендовать документальный фильм «Американская фабрика», «American Factory». Меня он просто потряс. Это фильм, который проясняет отношения между Америкой и Китаем, и вообще, что такое капитализм в действии. Вот сильная картина. Но в этом году я должен сказать, что очень много музыкальных фильмов и фильмов о музыкантах. И эти картины очень разные и интересные. Один такой фильм открыл фестиваль, фильм о мюзик-холле «Аполло» в Гарлеме, где выступали все знаменитые негритянские музыканты, а закроет фестиваль фильм «Естердей», известного режиссера Дэнни Бойла с прекрасной придумкой. Сама придумка уже стоит много-много миллионов долларов. Не буду говорить, но я думаю, что это будет картина-сенсация. Кроме этого, масса фильмов, таких портретов, фильмов-персоналий о всяких знаменитых людях, причем не только со знаком плюс, но и со знаком минус. Но из этих картин фильм о Мухаммеде Али и еще одна картина, которую я тоже очень рекомендую, называется на Уотсон, это и биография легендарного сооснователя движения «Гринпис». Такими кадрами в видеохронике, которые я никогда в жизни не видел. Ну а прямо сейчас моя коллега Лиза Камин расскажет о других мероприятиях, которые пройдут в Большом Яблоке в ближайшие выходные дни. В Нью-Йорке зацвела японская вишня. Вот даже на моем шарфе цветет буйным цветом. Вот эти вот деревья находятся буквально за углом от нашей студии, а вообще в эти дни весь Нью-Йорк окрашивается в нежно-розовый. В Нью-Йорке японская вишня «Сакура» появилась в 909 году. Выходцы из Японии подарили городу 700 саженцев. Ну а с 1935-го проводится ежегодный фестиваль «Сакуры». Те самые 700 деревьев высажены в парке Риверсайт в Манхэттене. Аллея протяженностью 6 километров ведет от 72-й до 158-й улицы. Но главный праздник в Ботаническом саду Бруклина. Там цветут более 200 вишневых деревьев. В выходные будут проходить различные мастер-классы. Можно будет посмотреть на традиционный японский танец и боевые искусства. Также «Сакуру» можно увидеть в Центральном парке, в Ботаническом саду Квинса, ну и совсем рядом с Нью-Йорком, в соседнем Нью-Джерси. Почти 150 гектаров засажены японской вишней. Полное раскрытие цветка «Сакуры» происходит через неделю после начала цветения, а еще через неделю лепестки опадают. Фестиваль «Сакуры» в Нью-Йорке уже в эти выходные. А вообще, чтобы посмотреть на дерево в цвету, у вас осталось буквально 10 дней. Так что поторопитесь. Лиза Каймен, Семен Лобачев. Весенняя зарисовка. Специально для дежурного по Нью-Йорку. Ну и последняя жительница Бруклина, Сандра Буэна, потеряла кольцо. Но теперь об этом знают почти все жители Большого Яблока. Всю неделю на разных станциях метро женщина расклеивает объявления о пропаже украшения. Кольцо из белого золота с аквамарином принадлежало бабушке Сандры, которой уже нет живых. Перед смертью она передала кольцо дочери. Когда Сандра переезжала в Нью-Йорк из Испании, на семейном совете решили, что кольцо поедет с ней на удачу. А когда женщина устроится, украшения она должна передать своим сестрам. Надо ли говорить, как теперь чувствует себя Сандра, потеряв семейную реликвию. Отправившись на работу, она сняла кольцо и положила в карман его вместе с ключами. После поездки в поезде ветки A кольца в кармане не оказалось. Сандра расклеила более 600 объявлений с просьбой нашедшего кольцо отдать владельцу, написав адрес электронной почты. Но вот нам удалось поговорить с Сандрой, и вот что она рассказала о программе дежурный по Нью-Йорку. Некоторые проявляют сочувствие и рекомендуют тщательно восстановить в памяти ход событий, где и когда я была поминутно. Может быть я что-то упустила. Некоторые присылают ссылки на разные бюро находок. Но одно письмо я получила явно от нехорошего человека. Сказал, что он ясновидящий и что может помочь за немалую сумму денег. Ну в общем бред какой-то. Будем надеяться, что Сандра все-таки найдет это кольцо, а мы об этом обязательно расскажем в нашем следующем выпуске. А пока все. Мне остается напомнить, что в любое время вы можете связаться с нашей редакцией. Если вы стали свидетелем происшествия или сняли необычное видео, присылайте его к нам по адресу, который видите на экране. Вполне возможно именно вашу новость мы покажем в программе дежурный по Нью-Йорку. А я Денис Чередов. Благодарю, что были с нами. Мы обязательно увидимся вновь на RTVI.